всем привет друзья с вами коллексом и мы продолжаем нашу игру in mentos что означает по моему воспитанники horror инди причем ну что давайте продолжим идет прогрузочка и не забывайте ребята на моем канале сейчас конкурс он продлится до 23 октября 23 октября у меня день варенья поэтому именно до этого числа продлится конкурс в общем мы остановились здесь а нам открылась дверка и мы как будто отправляемся в подвал и насколько я помню он говорил что там тоже есть камеры давайте сначала зайдем сюда открывается дверочка и здесь мы юзаем спичечки 39 штучек какие-то значения типа какие наверно закрыты двенадцатые седьмой шестой второй и первые закрыты что здесь можно делать ох ничего себе и как понять как понять и по открыто напоминает мне знаете как будто я играю в как же он называется боже как он называется правда как бы он называется трубы там крутить надо в нужном порядке так сюда нажать нельзя да а почему я на пятерку не могу нажать подождите мне кажется что где-то что-то неправильно нажала включаем так мне осталось только пятерку как-то включить все отлично значит там сейчас что-то открылась ухты сколько здесь комнат спичка там темнота открыть я могу тоже нет в общем не надо заглядывать в каждую штуку тут как-то темно может быть спички нет тут просто пустота и все очень темно выхожу ой тут все загорожено то есть мы какие-то двери открыли правильно боже 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 что происходит что за звук кто вызовет меня сара боже могу я уже уйти она плачет страдает говорит пожалуйста что то нет пожалуйста сара что за черт подождите а чё у меня тут закрыли то вообще нормальные так здесь не открывается спички вот там что то есть а почему я не могу открыть откройте мне пожалуйста откройте мне не хотят открывать так у ее я так понимаю я в каждую должна зайти до посмотреть там там что вот тут что то есть книга без перевода о ключик ключ от библиотеки хорошо и я хотел помочь но не получилось извини извинение принято так что здесь у нас то еще какая-то комнатушка смогу ли я туда зайти но знака не появляется так лестница возможно она нас куда-то приведет да конечно привела нас в тупик вот объясните мне одну такую вещь если я нахожусь в тюрьме да так почему она такая древняя засохшая и не работающая тут стены так у меня уже есть ключ а почему я не могу отсюда зайти там я видел радио ладно может быть теперь я смогу пройти библиотеку и тогда будет все чики-пики ура прогрузочка почему-то я а ну все верно я уже здесь да это был подвал мне нужно как раз таки нет не здесь я пытаюсь вспомнить где у нас находился 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 находилась библиотека а снизу все верно неподалеку от кабинета директора надеюсь засранец рой меня сейчас не поймает почему только за мной гоняется подождите ну где выход то блин но вот и на запуталась все я затупила как я могла забыть тот момент что проход через гардеробную хотел сказать через кухню столовку правильно зачем нет опять обман хорошо давайте зайдем в нашу кладовую сюда посмотрим и алё а все я туда зайти не могу ну ладно хорошо пойдемте искать библиотеку или там просто был подвал непонятно погромче 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 еще не все испугались а привет друг я тебя помню не сюда больше не зайду я уже не поведусь на эту же уловку так а здесь были до наскальные нас наскальные рисунки здесь это было доктор брайон однажды сказал мне что ага все то же самое я же читала 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 тогда стартуем просто вот туда и все без оглядки все равно иду и оглядываю так а тут что у нас было а все равно здесь закрыто вот она библиотека все библиотека вот здесь находится вот в этой стороне находится библиотека стой больничка нормуль так вообще просто открылась свет ух там еще второй этаж мы еще первую не обшарили вижу записку наши родители умерли в 1983 году запомним восемьдесят третий мне кажется я как-то клибу пошла от что там мне кажется что я здесь что-то видела о радио включаем волну а нужно тоже здесь найти бен отзовись я тут джонатан проход в директорскую джонатан смысла нет уже мы опоздали и я настоятельно тебе рекомендую не заходи в директорскую где дверь бен давай я расскажу тебе историю а потом если этого еще захочешь узнать где дверь я тебе покажу место какая-то история много лет назад пятилетний мальчик попал в автокатастрофу со своими родителями родители умерли но мальчик чудесным образом выжил ты знаешь что значит диссоциональное расстройство нет но эти истории могут подождать из-за шоку у мальчика включился психологическая защита и он придумал себе друга в котором семья умерла это началось расстройство личности вымышленный друг стал полноценной личностью когда одна из личностей становилась доминирующей она захватывала полный контроль над телом мальчика со временем другой личности начал вторгаться в их мир с помощью своего воображения друг мальчик создал тюрьму где другие личности будут под замком мальчик вырос и забыл о личностях заперто в его подсознанием его подсознание продолжает сознавать и развивать новые личности прошли годы мальчик влюбился и женился из-за семейных ссор и проблем у него опять начались присутствие раздвоения одной из личностей создана его подсознанием была женщина которую влюбилась в мальчика и хотела чтобы он жил с ней она придумал план взять вверх как личность стать хозяином убить его жену и в конце концов она и выберет личность который заберет на себя мчением ребенка и жить мирно и счастлива со своим возлюбленным теперь понимаешь про что происходит бен ты имеешь ввиду что я тот мальчик да нет я я в это не верю список проживающих в тюрьме которые ты взял из комнаты охраны у тебя не видишь ничего идентичного все буквы и имена других личностей взяты из твоего имени но твое имя тоже в этом списке да мой друг я твое первое творение твой воображаемый друг а натали или как ты ее зовут мама и есть девушка которую хочешь бен кажется я вспоминаю мне надо спасти сару джонатан я настоятельно тебе рекомендую не ходить туда ты уже не спасешь сару где эта чертова дверь второй этаж прямо перед лестницей там книжный шкаф ты поймешь как открыть там книжный в пазах долгая история конечно отлично а вот да вот это А, всё, поняла. Давай, давай. Давай, давай. Год 1083, да, она говорила? Ха, это было так легко сейчас. Открывается дверка. И мы заходим. Перед нами дверь. Иду я почему-то как-то медленно и неуверенно. Прям очень-очень медленно. Ух, ничего себе. Это, видать, автокатастрофа. За ней ещё одна дверь. Здесь тот самый маленький мальчик, который скорбит над гробами родителей. А чё, пройти не могу. Хорошо, ладно, давайте здесь. Это выдуманный нами наш воображаемый друг. Первый, самый первый. Тот самый Бен. Уроды. Ну, отлично. Здесь, я так понимаю, библиотека. Как я? А как не идти? Да просто иду, вот. Или что это? Или это не библиотека? Что это вообще? Это какая-то комната непонятная. Тюрьма, которую создал... Не ходи туда, говорит. Тюрьма, которую создал мой подсознание и заперли всех моих личностей. Не ходи туда. О, там чё-то горит. Говорит, не ходи туда. Звук ужасный вообще просто. Кваканье какое-то. Кстати, у меня спички пропали. Пички пропали. Я даже не знаю, куда я иду, но я явно куда-то иду. Есть повороты, но я иду прямо. По цели. Не ходи туда. Да. А куда туда? Там прям чё-то прям так горит ярким, ярким цветом. Не, ну короче, надо сворачивать куда-то, потому что... Тут чё-то как-то нереально. Хотя, знаете... Мигает чё-то. Вот, наверное, вот сюда буду заворачивать, да? Не ходи туда. Пойдёмте сюда, что ли? О, дверь. Или это та же самая дверь, в которую мы заходили? Могу я открыть? Боже. Жесть. Серьёзно? Я иду туда? Иду на свет. Лампа. И... И чё? И опять белый свет. Даль достижение какое-то. Где я? Что за чёрт? Что за... Твою... Твою мать, как так... Нет, Сара. Нет, Сара. Что я наделал? Я не убивал её. Антон. Да, мамочка. Тебе пора спать к директорам, дорогой. Ура! Я стану директором. Спасибо тебе, мамочка. Что я наделал? Прости меня. Сара. Натали, это ты? Прости меня. Прости меня. Папа, мама, я Антон На этом закончилась игрушечка На самом деле концовка мне понравилась Почему? Потому что в конце раскрылась вся история Что значит это как бы тюрьма Именно концовка мне понравилась Сама игра, ну я поставлю на самом деле По 10-ти бальной шкале, наверное 4-5, не больше Игра не сложная Игра не долгая И единственное, что мне понравилось Что на самом деле все личности Это был Бен Врач Мальчик Антон Натали Которая собственно И убила По ходу дела Сару Мою жену И мы угремели В психиатрическую больницу С раздвоение Расстроение Четвернение Личности В общем, ребята Не забывайте подписываться на канал Ставить лайк Участвуйте в конкурсе Ну а с вами была Колексом До новых встреч Пока-пока